Абрамсон Генрих Владимирович Был разработан проект планировки под этот инвестиционный проект, под этот торговый центр. Там предусматривались огромные площади для торговли, 4-5 этажей, небольшие стоянки для автомобилей. И началась стройка. Стройка началась с устройства ограждающих конструкций под эту большую яму, которая должна была быть прообразом этого торгового центра. Но грянул кризис. И самое приятное то, что московское правительство, которое пришло, новое, этот инвестиционный контракт критически пересмотрело. Потому что бы стройка и торговля, которая могла быть здесь, привлекла бы большое количество транспорта в и так очень перегруженный узел. Поэтому инвестиционный контракт расторгли. И было поручение проект сделать облегченным. То есть без торговли практически. Сделать стоянки для автомобилей, парковки на 1100 мест в два этажа вниз. И транспортная, самое главное, это транспортная развязка на площади Белорусского вокзала. Вот что касается транспортной развязки. Теперь то, что сейчас предлагается к вашему рассмотрению. Вы сами видите, что в часы пик. И знаете, как трудно выехать. Давайте я подведу вас, наверное, к этому чертежу. Как сложно выехать с Бутырского вала и поехать налево в область. Как сложно пересечь улицу Горького, бывшую теперь Тверскую. Поэтому у нами предусмотрен был следующий проект. Вот эта вот вся площадь Тверская. Что, мне говорить громче или... Пожалуйста. Мы бы не могли немножко... Я сравню, очень сложно. Еще раз, вот этот момент... Хорошо. Что предусмотрено данным проектом? Первое. Это транспортная развязка Тверской улицы с улицами Бутырскими и пересечка Тверской улицы на Бутырскую в вал и на Лесную улицу. А также поворот в область со стороны вот этих параллельных улиц с Тверской, с Бутырской и с Брестской. Значит, как это будет все происходить? Строится подземное пространство, которое было уже огорожено несущими конструкциями и сделано было, вот это вот частично сделано несущие конструкции под бывший проект пятиэтажного торгового комплекса. Мы использовали эти ограждающие конструкции для того, чтобы сделать тут подземное пространство только для двухэтажной парковки автомобильного транспорта и развязок. Развязки предполагают собой следующее. Значит, с улицы Брестской можно проехать под землей левым поворотом, правым поворотом и уехать в область. То есть мы не перекрываем Тверскую. Также здесь можно выехать на улицу Бутырский вал. Это вот с этих улиц. С улицы Брестской у нас с Бутырского вала проходит тоннель тоже под землей и направляется на Грузинский вал. То есть развязки предусматривают полную подземную пересечение Тверской улицы без светофорная. Одновременно с этим проектируются два яруса гаражей. Их можно посмотреть на том стенде. Если вы подойдете сюда проектируются вот эти вот гаражи двухъярусные. Подождите секундочку. Выстроитесь, пожалуйста. Давайте встанем хорошенечко. Коропиться некуда, да? Да, да, я про то же. Коропиться некуда, да. Как будете готовы, скомандуем. Вот эти гаражи закрашены зеленым цветом. Это стоянки для парковок автомобилей, которые будут приезжать на площадь Белорусского вокзала. И тут будет строиться торговый или какой-то комплексный офисный центр. В общем, я думаю, что парковочные места здесь будут все заняты. Всего парковок рассчитано на 1100 автомобилей, на 1100 мест. И вот эти все наши пересечения. Вот это в разрезе, это Тверской путепровод существующий, который достаточно в нехорошем состоянии. И он в некоторых местах предполагается нами к реконструкции. Дальше, что бы я хотел сказать. Вот это вот проект проходил обсуждение, встречи с жителями для того, чтобы почему, собственно, был здесь, в чем был камень предковения. Значит, самая главная проблема это выпустить транспорт с Тверской улицы в область и принять утром из области на Тверскую. Да, ради Бога. Для этого, чтобы реконструировать, вот делать здесь подземную часть, строится объездной путепровод, эстакада, чтобы транспорт, который идет в область, пошел по этой эстакаде и дальше в область. И когда этот транспорт будет сброшен с улицы Горького на путепровод, возможно, вот тут разрытие улицы Горького, Тверской, чтобы углубляться и делать нашу транспортную развязку. Вот это самое узкое место, оно, конечно, будет доставлять какое-то временное неудобство жителям. Естественно, стройка большая. Эта эстакада примет на себя транспорт, который идет в область. Одновременно мы будем закрывать по половине Тверской путепровод и транспорт, идущий из области в центр, пойдет поочередно. Сначала по этой стороне, потом, когда ее достроят, пойдет по этой стороне. А транспорт в область будет идти по этой эстакаде, которая будет строиться до начала производства работ. Ну, там у нас очень много очередей и захваток, которые предусмотрят всю эту очередность работ. Работа трудоемкая, работа достаточно сложная, и надо понять, что, естественно, это будет встречать какое-то негативное влияние и отношение жителей, но, тем не менее, для того, чтобы в дальнейшем Москва функционировала, и этот узел функционировал нормально, наверное, придется идти на какие-то временные неудобства. Что касается... В общем-то, я достаточно подробно рассказал. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете их задавать, я пытаюсь ответить. вот этот объездной путепровод... Вот этот. Да, эстакада. Она как близко к домам будет? Она сначала была близко к домам. В данный момент мы ее отоделили на 22 метра от домов и сузили ее. А какая она будет соревнована? Три полосы. И на каком расстоянии она сейчас от домов была? Сейчас, я вам сказал, она запроектирована на 22 метра от домов. А какая она была на 14? А она в первую очередь идет строиться? Да. Она будет строиться поочередно в первую очередь. Сначала она будет строиться вот здесь. Мы примем движение вот с этих улиц. Можно. Эта эстакада начнет строиться для того, чтобы... Пожалуйста, можно я дослушать? Для того, чтобы принять с улицы Бутырский вал и транспорт и направить его на эстакаду, Вот эту часть будем делать во вторую очередь, а в первую очередь вот отсюда, примерно от путей железной дороги, чтобы вот повернуть с улицы Бутырский вал в сторону области. Вот отсюда она начнется строиться в первую очередь. Но у нас там всего 70 захваток, даже больше, поэтому каждую захватку объяснять это достаточно сложно и вам это не очень надо. Скажите, а какой высоты будет у стакана? Ну вот видите, вот она, как она будет выглядеть. Она даже будет ниже, это вот такой сейчас монтаж, он может быть не совсем удачный, она вот здесь вот будет на уровне вот этих вот столбов, вот так вот. Вот она. Трудно описать, вот чем проблема, если писать, а не показывать. А что значит, писать, а не показывать? Самая высокая точка, если такая, на сколько метров? А смотря от чего. От земли будет. Да нет, она в принципе будет на 2 метра выше, чем вот это существующее путепровод. А это каком-то, это чертежей, это что? Где? Нет, вот эта башня, куда? А это что? Это выездная рампа. Вот мне подсказывает мой коллега, это выездная рампа, которая, вот эта вот улиточка. А скажите, а сколько времени, вот по вашему расчету, может потребовать? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...